Когда вы сравниваете правду Сатина и, как вы называете, утешительные реченки, что это от них слово? Ложь. Это ложь. Старшеклассники относятся к каникулам по-философски. Многие отчетливо понимают, впереди полугодовые контрольные, затем ЕГЭ. Появившееся время школьники, как правило, тратят не на положенный отдых, а на дополнительное образование или занятия с репетиторами. Будем заниматься подготовкой к экзаменам. А также наш парламент будет разрабатывать два новых проекта. Первый проект – это подготовка к литературному празднику литературных писателей. А также в нашей школе есть ангарская писательница, о которой мы будем писать книгу. Закон об образовании рекомендует учителям на время каникул освобождать школьников от домашнего задания. А ангарские педагоги стараются придерживаться этого правила. В этот каникулярный период, именно в осенний, многие школы открывают профильные смены. Поэтому дети пойдут в большинстве случаев именно в эти профильные смены. Обучающиеся 9-11 классов, конечно, будут, может быть, и самостоятельно дома заниматься. Естественно, наши учителя в каникулярный период заняты, работать с детьми они не будут. И поэтому понятно, что домашние задания и, конечно, какие-то списки заданий детям отдаваться не будут. С уверенностью можно сказать, кто действительно будет отдыхать свои первые каникулы. Так это первоклассники. Мне нравится учиться в классе. Здесь мои друзья, все. Мне нравятся учителя. И здесь учиться очень хорошо. Осенние каникулы очень короткие. За 10 дней психологи рекомендуют дать возможность ребенку отдохнуть от школьной суеты, позаниматься любимым делом и, конечно, выспаться. А еще провести хотя бы 2-3 дня с семьей, в полном ее составе, как малышу, так и старшекласснику. Такое времяпрепровождение дарит ощущение счастья и комфорта. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.